Знаете, одно из важных практик древнего Израиля заключалось в следующем. Для получения одобрения на вступление в брак молодой мужчина должен был выплатить отцу невесты выкуп, ну или приданное. Но главным образом выкуп, он как бы показывал, что молодой человек может, у него есть средства для того, чтобы обеспечить свой новый семейный союз. Вы знаете, можно сделать такое предположение, что некоторые хотя бы из молодых людей пытались как-то обойти этот закон. А почему? Потому что в вопросе «женить бы» есть еще одно ограничение в законе. Ну, для этого прошу вас представить себе человека, который имеет большой долг. Человек в долгу. Долг в Израиле возможно было погасить, вот одним из способов, это продав себя на время в качестве раба. То есть, если у вас был долг в Израиле, вы могли оплатить этот долг, просто проработав на кого-то в качестве раба. Ну вот, когда кто-то продал себя в рабство, при этом имея жену и детей, во время освобождения он забирал жену и детей. Но если человек, мужчина в нашем случае, вошел в рабство как одинокий человек, и во время рабства он женился, то даже если их союз имел детей во время освобождения, закон не разрешал ему забирать жену и детей. Ну вот, мы когда с вами читаем об этом, об этом написано в книге «Исход», для нас кажется, ну, очень жестокий закон, не так ли? Совсем обратно утверждает закон, а закон пытается именно сохранить или охранять идею выкупа, идею приданного. Ну, чтобы молодые люди не искали вот такого вот повода жениться без уплаты выкупа. В самом простом смысле идея выкупа, она всегда связана с коммерческой сделкой, в которой что-то у кого-то приобретается. На страницах уже книг Нового Завета мы читаем о смерти Иисуса Христа, который имеет похожее действие. Библейский язык называет это действие «искупление». Искупление человека, которое несет в себе очень высокую цену, а именно кровь Христа. Самым последним словом, которое произнес Христос на кресте, было слово «совершилось». Вы знаете, вот в некоторых случаях именно это слово, именно слово «совершилось» использовалось при уплате самого последнего платежа. Ну, допустим, вы должны деньги за дом, вы выплачиваете эти деньги в течение каких-то нескольких лет. Так вот, при уплате последнего платежа на квитанции ставилось слово «совершилось» или «уплачено, оплачено полностью, уплачено сполна». Новый Завет говорит об искуплении через смерть Иисуса Христа в нескольких значениях. И вот это вот учение о смерти Господа Иисуса Христа иногда сравнивают с тканью, в которую вплетены цветные нити. И вот из цветных нитей на ткани появляется изображение. Еще важно учитывать, что смерть Иисуса Христа следует рассматривать как дело, которое Он совершил. Почему? А потому что смерть не постигла Его внезапно. Смерть не постигла Его неожиданно или даже неизбежно. Скорее, смерть была результатом выбора с Его стороны. И еще почему необходимо рассматривать смерть Христа как дело? А в силу того, что смерть Христа повлекла за собой величайшие благословения. Знаете, вот история человечества очень богата людьми, которые оставили след или оказали какое-то влияние. Так вот, в случае любого человека, который оставил какой-то след или влияние, его жизнь гораздо важнее, чем смерть. Не так ли? Интересно, что об Иисусе Христе Священное Писание утверждает обратно. Если вот так вот сравнивать и попытаться дать оценку, то все-таки Библия учитывает и подчеркивает, что смерть Христа была важнее, чем даже Его жизнь. Об этом свидетельствуют многочисленные доказательства. Позвольте перечислить некоторые. Итак, почему мы с вами считаем смерть Христа делом Иисуса Христа? И почему она занимает очень важное значение, даже большее значение, чем Его жизнь? Дело в том, что смерть Иисуса Христа, она предсказана в Ветхом Завете. Очень многие пророчества, очень многие образы из книг Ветхого Завета указывают именно на смерть Иисуса Христа. Даже через все книги Ветхого Завета, через всю историю израильского народа, возможно провести красную нить. Ну, к примеру, жертвоприношение Авеля, жертвоприношение Исаака на горе Моря. Многие жертвоприношения патриархов – Ной, Авраам, Исаак, Иаков. Пасхальный Агнец в Египте. Далее, многие жертвоприношения пророков и царей – Самуил, Давид, Илья, жертвоприношения во время Неемии. Все эти жертвоприношения указывают на одну великую жертву, которая должна была совершиться в Иисусе Христе. А кроме этого, кроме жертвоприношений, имеются очень ясные пророчества, которые указывают на смерть Иисуса Христа. Когда книга пророка Исаии, 53 глава, «Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши, наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». То есть совершенно ясно, что смерть Иисуса Христа является очень важной частью учения Ветхого Завета. В Новом Завете смерти Христа также уделяется большое внимание. Вы можете себе представить, что если сложить в общее повествование Евангелий, то пятая часть всего повествования Евангелий посвящена последней неделе жизни Христа. То есть о чем больше всего говорят Евангелия? А Евангелия больше всего говорят о самой последней неделе жизни Иисуса Христа. Далее послания апостолов наполнены ссылками на это историческое событие. То есть смерть Иисуса Христа – дело величайшей важности. Опять мы рассуждаем о Господе, мы читаем Евангелие, которые что-то говорят нам о нем, и опять делаем выводы, что оказывается главной целью воплощения Иисуса Христа, то есть для чего он пришел, для чего он стал человеком, принял плод человека, была именно его смерть на кресте. Ну вот пытаясь ответить на этот вопрос, для чего пришел Христос, можно предложить несколько вариантов, и может быть каждый из этих вариантов он будет в какой-то мере правильным. То есть мы могли бы с вами сказать, вот Христос пришел дать нам пример, да, действительно так Библия говорит об этом. Или мы могли бы сказать, Христос пришел дать нам учение, Библия тоже об этом говорит, это тоже очень важно. Но прежде всего Библия говорит о том, что Христос пришел для того, чтобы умереть за нас. Таким образом, его смерть, она сочеталась с воплощением. Воплощение – это средство, которое вело его к целью, а целью являлось искупление погибших. А дальше смерть Иисуса Христа – это главная тема Евангелия. Ну, дело в том, что Евангелие мы с вами называем не только первые четыре книги Нового Завета, а вот в более узком смысле слово «Евангелие» обозначает «благая весть спасения». Почему Евангелие, почему «благая весть» для человека? Дело в том, что самыми разными способами Священное Писание свидетельствует человеку о его грехе. То есть очень много Библия показывает и говорит человеку, указывая на его грех. Для чего Библия говорит людям о грехе? Для чего Библия подчеркивает состояние грешного человечества? А для того, чтобы открыть нужду в Спасителе. Именно для того, чтобы человек нашел исцеление в смерти Иисуса Христа. Вы знаете, вот если смерть Иисуса Христа лишить ее смысла, что останется от христианства? Христианство останется, но оно будет простой религией с очень высокими нормами этики. Христианство останется системой, в которой нет спасения. Это будет просто религия, в которой нет спасения. Почему? Потому что именно крест Иисуса Христа считается сердцем христианства. Таким образом, очень важно понимать, что грех человека не может быть прощен только на основании покаяния грешника. Грех человека не может быть прощен только на основании покаяния грешника. Бог может простить грех только тогда, когда кто-то понес наказание. Бог может простить грех только тогда, когда кто-то понес наказание. Ну, между прочим, Христос неоднократно говорил, что Он должен пострадать, умереть и воскреснуть в третий день. Таким образом, смерть Христова была абсолютно необходима и для спасения человека. Как и в любом другом учении, существует несколько ошибочных пониманий библейского учения о значении смерти Христа. Но вот всякий раз, когда какое-то учение или какие-то выводы, какие-то рассуждения или обсуждения, всякий раз, когда снижается значение смерти Христа, вот к этому нужно относиться с опасением. Всякий раз, когда мы с вами слышим что-то такое, что унижает, снижает значение смерти Христа, к этому важно относиться с опасением. Иногда говорят следующее, Иисус Христос был человеком, действительно, Он был человеком, а как человек, Он был предметом смерти. Но вот у Его была такая жизнь, Его принципы, Его методы не приобрели благоволение современников, и потому Его современники казнили. К несчастью, так и случается иногда с людьми, но как бы ни был добр человек, вот так вот говорят о Христе, и если Его казнили, то смерть уже не обладает каким-то значением для кого-то другого. Мы с вами видим, что Писание утверждает обратное. Иисус Христос пришел с определенной целью – умереть, а потому смерть Его была не просто случайностью. Иногда о смерти Христа говорят и сравнивают ее просто со смертью мученика. Смерть Христа была только смертью мученика. Он был казнен, потому что оставался верным своим принципам и тому, что Он считал своим долгом. Таким образом, Иисус Христос является примером верности истине и долгу. То есть вы замечаете, есть маленькие детали, которые немножко искажают истину. А вы знаете, почему люди пытаются исказить истину в значении смерти Христа? Потому что и сегодня многие уверены в том, что для того, чтобы спасти человека, все, что нужно, это его исправить. Почему сегодня снижается значение смерти Христа? Потому что сегодня люди верят в то, что для того, чтобы изменить человека, его нужно исправить. Христос мученик к этому подходит. Случайно смерть Иисуса Христа к этому подходит. Но Библия об этом не говорит. А Библия говорит о силе искупления через смерть Иисуса Христа. И Библия говорит, что сила искупления заключается не в том, что сделает человек, а в том, что сделает Бог в человеке. А в других случаях опять ошибочно утверждается, что смерть Иисуса Христа – это простое и естественное последствия того, что Он принял на Себя природу человека. Ну вот Христос, Бог, стал человеком, и как простое и естественное следствие Его постигла смерть. Так вот говорят, что Христос пострадал от грехов Своего творения. То есть Христос представляется страдающим вместе с творением, а не вместо грешников. Христос представляется страдающим вместе с грешниками, а не вместо грешников. Конечно, совершенно верным может быть то, что Христос умер в результате верности своему долгу. Верным может быть то, что Христос умер как грешник. Верным может быть то, что Христос страдал с грешниками. Но все это только частичное объяснение смерти Христа. И все это вторичное по значению в сравнении с главной идеей Его смерти. В чем же главное или истинное значение Его смерти? Есть несколько библейских текстов, которые можно отметить. Позвольте обратить ваше внимание на один. Книга пророка Исаия, 53 глава, 10 стих. Но Господу угодно было поразить его, и Он предал его мучению. Священное Писание открывает еще одно действующее лицо искупления. Это уже Бог Исаия. Ясно говорит, что Богу угодно было поразить его, и Он предал его мучению. Итак, что такое искупление? Искупление – это термин, которым сегодня широко пользуется христианская лексика. А термин, который обозначает заместительное, а именно один вместо другого. Заместительное служение Иисуса Христа. Кульминацией этого служения стала жертва Голгофы. Искупление – это термин, которым мы сегодня пользуемся для того, чтобы обозначить заместительное служение Христа. Кульминацией заместительное служение Христа стала жертва Голгофы. Поэтому страдания Иисуса Христа не были просто сочувственными страданиями, но страдания Христа были заместительными страданиями ангца Божьего за грехи мира. Ну, напомню еще некоторые библейские тексты. Апостол Павел в послании к Кримлянам, в 5 главе, 8 стихом, говорит, что Христос умер за нас. Христос умер за нас, когда мы были грешниками. В послании к Коринфянам он пишет, что не знавшего греха Бог сделал для нас жертвой за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Христос страдал не просто ради нашего блага, а именно страдал вместо нас с вами. То есть вполне очевидно, опять, ну, Христос умер ради блага грешника, но и вместо грешника. То есть обе эти идеи содержатся в Священном Писании. Вы знаете, вот Священное Писание очень опять действительно утверждает, ясно утверждает, что смерть Христа – это выражение любви Бога. Действительно так, есть многие библейские тексты. Но, с другой стороны, очень важно понимать, дорогие братья и сестры, и Писание ясно утверждает, что прощению грехов предшествует умилостивление Бога. Прощению наших грехов предшествует умилостивление Бога. Ну, вот вы помните первые два стиха, второй главы, первого послания Иоанна. «Дети мои, это пишу вам, чтобы вы не согрешали». Ну, а что же случается, если кто-то согрешил? Вот тогда Иоанн говорит, а тогда у нас с вами имеется ходатай перед Отцом. Иисус Христос праведник. И в втором стихе он говорит, что Христос – это умилостивление за грехи наши. То есть очень важно понимать, что прощению наших грехов предшествует умилостивление Бога. Поэтому для того, чтобы верующему человеку правильно оценить искупление, очень важно оказаться под глубоким влиянием любви на Голгофе. То есть на Голгофе мы с вами должны увидеть любовь Бога, но при этом очень важно осознать и гнев Бога против греха там же, на кресте Голгофы. То есть на кресте Голгофы, с одной стороны, мы с вами видим любовь Бога к человеку, а с другой стороны, очень важно увидеть на Голгофе гнев Бога против греха человека. Между прочим, Иисус Христос добровольно пожелал быть этой страшной заменой. Он сам говорил о том, что я отдаю жизнь мою сам. Никто эту жизнь у меня не забирает. Я сам отдаю ее. А поэтому, прощая нас с вами, Бог оказывает милосердие. Опять, прощение человеку предлагается на условиях. Неправильно говорить, что любовь Бога, она безусловна. У Бога есть условия. Прощение человеку предлагается на условиях, на условиях его покаяния и веры. А послушание Господа Иисуса Христа, любовь Бога побуждают человека ответить на эти условия. Покаяние и веру, в силу которых мы с вами можем быть благословены. В силу нашего покаяния и веры, или через наше покаяние и веры, мы можем пользоваться искупительной смертью Иисуса Христа. Поэтому опять важно понимать, что Священное Писание устанавливает, что Бог правильно и точно устанавливает наказание за нарушение закона. Грешник не может быть просто освобожден. Должны быть удовлетворены требования справедливости Бога. То есть любой грех посещается наказанием. Ну, я думаю, вы помните, несколько раз в книгах Витого Завета встречается фраза, фраза о Боге. Бог, который сохраняет милость тысячи родов, мы с вами это помним, хорошо знаем, прощает вину и преступление. И дальше не один раз говорится о том, что Он не оставляет без наказания. Бог не оставляет без наказания. Только в силу смерти Христа, оправдывая грешника, Бог остается справедливым. Почему? Потому что смерть Христа совершенным образом удовлетворяет требования справедливости Бога. Итак, именно идея замещения один вместо другого глубоко укоренена в библейском понимании искупления. Между прочим, среди титулов Иисуса Христа в Новом Завете встречается и такое выражение «последний Адам». То есть Писание Христа называет «последним Адамом». Почему? Потому что, как и первый Адам, Иисус Христос становится представителем нового человечества. Из-за греха первого Адама в мир пришла смерть, а через послушание последнего Адама приходит искупление и вечная жизнь. Иисус Христос сделал для людей то, что Адам не мог сделать. Но теперь позвольте как-то закрепить значение искупления Иисуса Христа наглядным примером. Вот книги Ветхого Завета, из книг Ветхого Завета. Я думаю, любой читающий Библию очень хорошо заметит, что книги Ветхого Завета иногда читать очень легко, а иногда читать их очень-очень тяжело или даже невозможно, особенно когда дело касается очень сложной системы жертвоприношений. Вот я напомню одну из таких глав, это 16 глава книги Левит. В этой главе написано о важном событии иудейского календаря. Событие, оно называется День Искупления или иногда его называют День Очищения. Это был праздник, в который все жители страны должны были, простите, собраться к месту, где сначала была Скиния и затем был храм. В этот день, в День Искупления, в День Очищения проходило служение. Это было, ну, вот мы бы с вами, если бы посмотрели со стороны, нам было бы очень интересно понаблюдать за тем, что происходило в этот день. Ну, начиналось, знаете, с чего? С того, начиналось служение, начиналось с того, что первосвященник должен был переодеться. То есть обычно у первосвященника была такая величественная одежда с драгоценными камнями, разноцветная одежда. Он должен был переодеться в этот день, он должен был снять величественную одежду и одеться в простую белую льняную одежду. Дальше приносилась жертва, жертва за грехи первосвященника. А потом туда же к первосвященнику приводили два животных, а именно приводили два козла, которых бросали жребий. И на одно животное выпадал жребий, это животное должны были выгнать в пустыню, а второе животное должны были принести в жертву. Вот что происходило с животным, которого выгоняли в пустыню, священник на него возлагал руки. И таким образом грехи всего народа, ну, как бы они переходили на это животное, и затем это животное выгоняли. Выгоняли за пределы стана. Это был день, в который к Богу народ шел с покаянием. Это был день очищения, который состоял из нескольких ритуалов. Вы знаете, что происходило с кровью жертвы? Вот второго животного, которое по жребию тоже избиралось для того, чтобы принести в жертву. Кровь эту вносили в храм. Именно ее должны были внести в святое святых. Если вы помните, очень центральным предметом святого святых был ковчег. Ковчег завета или ковчег откровения. Интересно, что Библия также уделяет особое внимание крышке этого ковчега. Не знаю, замечали ли вы, когда читаете Писание, мне кажется, если читать Библию на другом языке, на английском языке, вот крышку ковчега вы сразу заметите, потому что она не просто называется крышка, она называется место милости. Крышка ковчега называется место милости. Я думаю, вы помните, как она выглядела. На ней были херувимы с распростертыми крыльями, они были обращены лицом друг к другу. Это было место, которым Бог сказал, вот здесь, на этой крышке, я буду являться тебе, священнику, я буду говорить с тобою. Но именно вот сюда, на крышку ковчега, приносилась кровь животного, приносилась кровь животного. Обращу ваше внимание на один библейский текст, который говорит о крышке завета в Новом Завете. О крышке ковчега, простите, в Новом Завете. Послание к евреям, 9 глава. Послушайте, пожалуйста, с 3 стиха. Апостол Павел говорит об устройстве скини. За вторую завесую была скини, называемая Святое Святых. Что находилась в этой скини? Она имела золотую кадильницу, обложенный со всех сторон золотом ковчег завета. А в ковчеге были сосуд золотой с манную, жезл аорона, расцветший, и скрижали завета. А над ним, именно над ковчегом, херувимы славы, осеняющее очистилище, о чем не нужно теперь говорить подробно. Крышку ковчега апостол Павел называет очистилище. Почему? Потому что именно над крышкой брызгалась кровь жертвенного животного. Очистилище – это было место, где грех человека покрыт, где грех человека устранен. Крышка завета, крышка ковчега – это место милости, покрытие греха кровью жертвы. Хорошо, вот представьте себя на месте израильтянина, простого израильтянина, который был в это время в служении в храме. Конечно, люди простые не могли заходить в святое святых, но со стороны могли наблюдать первосвященника, который переоделся, который принес жертву за свои грехи, возложили руки, животное выгнали. Потом люди хорошо знали, что происходит в скине, в святое святых. Это наглядное, что происходит с нашими грехами. Но вот как люди понимали прощение грехов в Ветхом Завете? Опять есть прекрасные библейские тексты, очень красивые, глубокие, которые говорят о том, как люди понимали в Ветхом Завете прощение грехов. Давайте прочитаем, они достойны нашего внимания. Книга пророка Исаия, 38 глава, 17 стих. Это Исаия говорит, вот, во благо мне была сильная горесть. Ты избавил душу мою от рва погибели. А что же произошло с моими грехами? Бросил все грехи мои за хребет твой. То есть, с одной стороны, не видели служения вот в храме, в скине. Но как понимали они прощение грехов? То есть, в чем смысл пролития крови животного и так далее? Как люди переносили это в свою жизнь? Исаия очень хорошо говорит, вот как он понимал, Бог прощает грехи? Куда они делись? За хребет Господь бросил. Или пророк Михей, он пишет и говорит, кто Бог, как ты, прощающий беззаконие, не вмещающий преступления остатку наследия твоего, не вечно гневается, но потому что любит миловать. Он опять умилосердится над нами. Что он сделает с нашими грехами? Изгладит беззаконие наши. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши. Вот как люди Ветхого Завета понимали прощение своих грехов. Что происходит с нашими грехами? А Бог их бросает за хребет свой. Что происходит с нашими грехами? Бог ввергнет в пучину морскую все грехи наши. Таким образом, во время, которое мы с вами называем Ветхий Завет, Бог утверждает особое место, где Он совершал искупление грехов. Крышка Завета. А в Новом Завете время спасения человека, искупление совершается Богом через жертву Христа. Вы знаете, вот эти вот ритуалы Ветхого Завета имеют определенную ценность, очень важную ценность. Дело в том, что все ритуалы Ветхого Завета указывали. Указывали на грядущее искупление. Другими словами, люди Ветхого Завета получали оправдание верою в будущее. Вот представьте себя опять на месте простого израильтянина. Вы приходите, если вы житель Иерусалима, может быть, каждую неделю в храм, и каждую неделю увидите, что приносятся жертвы за ваши грехи. Это совершается каждый день. Каждый день служения, в котором приносятся жертвы за грехи. Месячные служения, годовые служения и так далее. Неужели вы не подумали бы о том, что что-то не то здесь? С этими жертвами что-то не то. То есть не могут жертвы животных уничтожить грехи. Я думаю, многие израильтяне, благочестивые, верующие люди, они понимали, что церемонии Ветхого Завета – это их взгляд в будущее. Они указывают на будущую жертву Иисуса Христа. То есть жертвы, которые совершались в храме Лискини – это тень будущей реальности. Почему? Потому что искупление приходит только через Христа. Итак, церемонии Ветхого Завета – центральное значение, которых занимает опять идея замещения. А между прочим, для израильтян вот пролитая кровь животного означала смерть. Пролитая кровь животного означала смерть. То есть вот так вот понимали жертвы. То, что и требовалось в качестве оплаты преступлений против Бога. Вот в этой очень сложной системе жертвоприношений Бог как бы говорил народу – за преступление против меня закон требует смерти. Но вместо смерти грешника, вместо вашей смерти, я принимаю заместительную смерть животного. То есть вот так вот, мне кажется, люди понимали о искуплении в Ветхом Завете. Ну а теперь вот лично для нас с вами искупление тоже имеет значение. Я бы хотел отметить два как бы измерения этого искупления. Первое можно назвать горизонтальным. Что значит для нас с вами искупление? Оно означает снятие вины с человека. Первый аспект искупления – это снятие вины с человека. В чем это заметно? Это заметно в том животном, который отпускали в пустыню. То есть грех народа передавался животному. Грех удален от присутствия Бога. Это образ, это символ. Грех удален от присутствия Бога. Но в действительности грехи передаются не животному, а Христу. Христос, который как агнец Божий взял на себя нашу вину, понес грех, исполнив древние пророчества. Второй аспект искупления часто называют вертикальным, или это уже называется умилостивление, о чем мы с вами тоже отметили. Смягчается праведный гнев Бога, удовлетворяется справедливость Бога. То есть Бог полностью удовлетворен ценою, которую платит наш искупитель. Знаете, вот рассуждая о церемониях Ветхого Завета или о текциях Нового Завета, рассуждая о значении жертвоприношений, о значении смерти Христа, многие вопросы могут остаться неотвечены. А у нас могут появиться разные мнения по одному или другому вопросу. Но знаете, вот самое важное в том, что каждому человеку перед Богом нужна замена. Каждому человеку перед Богом нужна замена. Если у вас нет замены, то не может быть искупление. Почему? Потому что мы сами никак не способны удовлетворить требования справедливости Бога. Таким образом, для спасения человека существует абсолютная необходимость в замене. Нам очень нужно искупление. Это может быть очень важный вопрос для каждого из нас с вами. Что же мы делаем с нашими грехами? Что вы делаете со своими грехами? Что происходит с вашими грехами перед Богом? То есть у человека должна быть замена. А что вы делаете со своей виной перед Богом? Что человек делает со своей виной перед Богом? То есть у человека должна быть замена. Кто-то должен взять эту вину для того, чтобы гнев Бога был умилостивлен. Ну, еще один библейский текст, в котором звучат очень резкие слова. Вот что апостол Павел говорит о кресте Голгофы. Это послание Галатам, 3 глава, 13 стих. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвой, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе». Вот такое вот слово используется апостол Павел «проклятие». Проклят всякий, висящий на древе. Опять это цитата из Ветхого Завета. А вот одним из требований закона Ветхого Завета, особенно по отношению к страшным преступникам, то есть страшных преступников, казнили на дереве. И вот казнь на дереве – это было проклятие от Бога. Проклят всяк, висящий на древе. Знаете, поэтому очень многие вот иудеи в времени Иисуса Христа, им очень тяжело было согласиться с тем, что Мессия умирал на кресте, на дереве. Потому что из книг Ветхого Завета они знали, на дереве умирают преступники. Может быть, сам апостол Павел когда-то вот смотрел на Христа и не соглашался с тем, что это Мессия. Но потом, когда его глаза были открыты, он понял, что Христос был отвергнут Богом не за то, что Он сделал, а за то, что сделали мы. То есть именно об этом Павел говорит. Проклят всяк, висящий на древе. Христос – это Спаситель, который занял наше с вами место. Потому что цена за грех – это испытать проклятие Бога. И Христос стал этим проклятием. Опять, вот как интересно о Нем говорит Священное Писание, о Его смерти. Дело в том, что Он был предан в руки язычников. Он был убит не своим народом, Он был убит язычниками, которые считались нечистыми. Если вы помните, Христос умер за пределами города Иерусалим. А потому что Голгофа находилась за пределами города, Его нужно было вывести за Иерусалим, считать среди язычников и считать нечистым. Вы знаете, во время распятия Бог не только погрузил мир в темноту, но мы читаем опять о словах Христа, который воскликнул «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Цена за грех – это испытать проклятие Бога. Быть оставленным Богом – это наше с вами наказание за грех. Поэтому на Голгофе происходит милостивый, незаслуженный, недостойный обмен, который Бог дает сегодня человеку во Христе Иисусе. Бог справедливо оправдывает грешников искуплением, которое Он обеспечил в умилостивлении Христа за наши грехи. Для чего пришел Христос? Сын Божий принял нашу природу и пришел, Писание говорит, в подобии плоти греховной, чтобы поменяться местами с нами, поменяться местами с Адамом, чтобы послушание Христа и праведность Христа могли быть вменены нам с вами. Это то, что сегодня предлагается грешникам в Евангелии. Праведность, оправдание вместо неправедности и осуждения. Праведность и послушание Христа и Его жертва на кресте. Иисус Христос обогащает нас, обогащает бедных и нуждающихся людей. Но все блага для нас с вами останутся бесполезными, если Христос вне нас. Если мы отделены от Христа. То есть Библия говорит о том, что вера – это то, что соединяет нас со Христом, в котором наши с вами оправдания. Самое последнее, и мы с вами будем молиться. Очень интересно, вот, ну, знаете, вот в этом вопросе, в вопросе искупления, спасения человека, вот как-то посмотреть, ну, что, допустим, говорили апостолы об этом. Вот апостол Павел пишет послание к кремлинам, и оно может быть очень сложно для чтения, для понимания. Он говорит о иудеях, которые пытались показать свою праведность, доказывать, что иудеи под грехом, язычники под грехом. И, знаете, вот третья глава, где он говорит о том, что Христос – это умилостивление, что Бог предложил его жертву умилостивления, что Он вместо нас, за нас. Вы знаете, у него вот очень такой интересный, глубокий вопрос. Это римлянам 3.27. Можно как-то этот вопрос задавать себе часто. Вот его вывод. Ну, где же то, чем бы хвалиться? Он рассуждает об иудеях, да, которые говорят, что у них есть закон. И вот этот вот вопрос, а где же то, чем бы хвалиться? Очень интересно, он говорит, уничтожено. А чем оно уничтожено? Павел говорит, уничтожено нашей верой. Оказывается, настоящая вера по-особенному открывает глаза человека на его состояние. Настоящая вера открывает глаза человеку на его состояние. А не оставляет ничего. Настоящая вера ничего не оставит, чем можно было бы похвалиться. Нет таких заслуг, которым вызвано было бы расположение Бога. Ни до обращения, ни после обращения, ничего в жизни своей Павел понимает, он не набрал. То есть все, что у меня есть, есть вера, которая хранит меня от того, чтобы я хвалился. Мне нечем хвалиться. Вы знаете, когда нечем хвалиться, когда у тебя ничего нет, у тебя глубокая нужда в Спасителе. Поэтому Павел в послании к филиппийцам говорит, что стремлюсь познать его выше всего остального. «Хочу найтись в нем не со своей праведностью, но с праведностью, которая от Бога, с праведностью через веру во Христа, с праведностью по вере». Итак, вы знаете, вот именно в этом, скорее всего, мы с вами находим огромное откровение человеческой мысли, человеческого творчества. Сколько песен воспевает эта любовь Бога. Неследимое богатство Божьей любви и благодати. «Всегда удивляться я должен, Христос, что нас возлюбил, ведь я был неправдой исполнен, а Ты кровь за нас пролил». Благословит нас Господь. «Всегда удивляться и радоваться спасению во Иисусе Христе». Аминь.